Ребята уже подустали, но сейчас все равно проведут спарринг. Слушай, Коваленко, ты вроде нормальный, здравый парень. Сидел, говорят. Почему позволяешь себе писать мне такие непонятные вещи? Смотрите, ребята, кто здесь возле праздника смотрится. А ты покажи, что там у тебя сзади-то. Ребята, всем привет! Мы находимся на дне рождения Варлуша. Варлеон, с днем рождения тебя, братан. Вытягиваем его. Это какой-то друг его непонятно. Это тяните за тот конец. Они скатали его, короче, вот в эту историю. Сегодня вы все ожидали наверняка серию нашего фильма «Кормушка». Но мы находимся на таком красивом месте. В Юхнове. Здесь даже есть Рафаэль. И серия выйдет буквально через три дня, потому что день рождения у человека мы не успели доделать монтаж. Но сегодня вышел этот влог, чтобы вам было более-менее интересно. И вы в него увидите, какой из гады мотоцикла себе купил. Варлуша вы сегодня увидите. Как Степа готовится к бою с Марифом. У боя вот-вот уже будет. Ну и как Грачек, который там играет в бильярд. С Машей на бильярде. Как он, в общем-то, спарринговал со Степой. Вот это вы сегодня увидите. Грачек, как спарринговал со Степой? Окей, тапки летают, все нормально. На уважение, брат. На уважение. Обещал взорваться. Пацаны, если вдруг не взорвется, будет у него бай, обязательно посмотри. Не взорвется, прям на кулаках. Да. Вот здесь вот мы сидим. Это жена Дона Варлеоне. Знакомьтесь. Наталья. Наталья, фантастический торт. Просто прекраснейший. Снимают для ребят, для основного канала на телефон. Вот такой дом мы сняли за 35 тысяч рублей в сутки. Вот там комната есть. Здесь, в общем, днем, конечно, красиво. Поэтому я вам покажу, как здесь днем. Попозже. Вот. И, в принципе, пока начинаем смотреть влог, сюда еще вернемся. Очередной влог. Приятного аппетита, братан. Опа. Вот здесь. Доедаем Гафарова. Обсуждаем его. Степа удивляется про Гафарова, про историю. Готов ехать в Стамбул, забирать бабки. Поедешь, Степа? С удовольствием. Ну, Руан, как у тебя дела? Все отлично. Ты, смотри, за футбольный клуб за какой-то людям болеешь. Нет? Да нет, я даже не в курсе, что это. Ты не в курсе, что это, да? Сейчас ждем гранщика. Сейчас должен подъехать. Мы поедем на тренировку. Произошла такая неприятная ситуация. Я к Святославу Коваленко хорошо отношусь, но он написал комментарий, который не понравился Степе. Степа хочет прокомментировать этот комментарий, потому что вы его, подписчики, засылаете сообщениями, типа, видел ли ты этот комментарий, видел ли ты его? Слушай, Коваленко, ты вроде нормальный, здравый парень. Сидел, говорят, и еще что-то. Ты почему позволяешь себе писать мне такие непонятные вещи? При чем тут вообще жопа и, блядь, травма, блядь? Ты объясниться не желаешь. Если у тебя осталось что-то мужское, давай обойдем с тобой, блядь, в клетку. Я тебе просто там разоблю твою голову за вот эти, именно за эти слова. Потому что ты поступил, как, знаешь, вот как вот тварь. Просто тварь. Подземная тварь, написавшая мне такую поскорбительную, блядь, смс-ку. Ладно бы ты написал мне это в директ, а ты написал это под какой-то фотографией, там, не знаю, какой-то комментарий оставил. Как какой-то, знаешь, маленький жучок, которому когда-то больно сделали, блядь, в детстве. Так что, выйди на меня, давай мы с тобой по-мужски просто встретимся, обговорим, ты мне объяснишь, пояснишь, я не знаю, там, за этот комментарий. Свят, мы с тобой нормально общаемся, просто Степа сказал, ну, подай-ка мне камеру, я кое-что скажу. Я не хочу, чтобы у вас был кипиш где-то на улице, как-то вы там разбирались. То есть, если он у вас публично появился, то я бы с удовольствием посмотрел этот бой. Тем более, ты в хорошей форме, а Степа год не тренировался. А вон Грачик пришел. Грачик, Грачик, здесь. Вот, так что, я постараюсь не допустить, чтобы вот этот человек, как сегодня сказал, поехали, где он живет. Не надо вот этого на улице, то есть, есть бои, там можно все это выяснить, если вам это интересно. А можно просто на словах нормальном встретиться и поговорить. Ну, Степа, короче, как говорят, огорчился. Давай, Степа, огорчился. Я очень огорчился. Очень. Здорово, Грачик. Здорово. Да мы обсуждаем этот момент, то, что Коваленко написал в комментарии. Я жестко написал, надо ответить. Смотри, в чем мы сегодня здесь. В нашем мерче. Вот давай, ты всегда говоришь правду. Так. Минусы мерча. Минусы? Прежде чем носить, надо постирать. Обязательно. Потому что снизу пух, да? Снизу пух. Да, ребят. Этот пух, это говорит о том, что это пенье, самая дорогая турецкая ткань. И, соответственно... В остальном одни плюсы. Вот, ношу с удовольствием. Капюшон, посмотрите, какой толстый, толстенный капюшон. Двойной. Я вас читал комментарии, там кто-то там у меня даже написал, типа, самая дешевая ткань. Не-не-не, ну это гон. Смотрите, какая вышивка, ребят. Очень качественная. Вот, но мы... На самом деле, я ношу с удовольствием. Очень мягкий. Правда, сейчас уже лето начинается, но тем не менее, у нас все равно в России всегда полно. Лето не ожидается, блин. А, лето, да, тем более, пока не ожидается. Поэтому ссылка на инстаграм с мерчем в описании. Можете писать в директ этого инстаграма. Там менеджер подберет вам размер. И подберет вам размер, короче, и можете заказать, купить. Вот так. Прекламная пауза. Короче, готовы хардкову заебать, да? Командная, это интереснее. Это интереснее. Да, разнести. Я тебе говорил, что нам нужна команда. Командная служба, да. Чтобы друг друга поддерживать. Ты даже придешь в тренировочном процессе, понимаешь? Когда ты подготавливаешься, и ты знаешь, под кого ты готовишься, можно подстраиваться под этого человека, именно делать такую тренировку. Так, ладно. Короче, мы поедим, сейчас перемещаемся в зал. В общем, это лучший клуб города. Клуб «Витязь». Абсолютно бесплатно для всех. Платного здесь нет вообще ничего. То есть вы можете сюда прийти и заниматься совершенно бесплатно. Вот так. В самом лучшем. Но не все. А кого выберет гращик? Не гращик? Ну что я могу сказать? Нормальный уровень. Лучше, чем нормально даже. Крутой уровень. А, все, конечно, сделано. Ну-ка. Нифигася. Там еще клеток. А, где братух? Вот это уровень. Хороший зал. Короче, здесь реально деньги вообще не берут за тренировку. Ни с кого. Нельзя арендовать зал. Нельзя заплатить никому. Можно выстраивать процесс тренировочный. Просто обалденный. Как вы с гращиком выстроите процесс? Что будет у вас происходить? Ну, мы вам-то не скажем. Просто мы выстроим отметительный. Извините за матку, что я в шоке от зала. Просто выстроим четкий процесс тренировочный. А что у него будет? Режим. 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 Да, режим. Сегодня какая будет тренировка? Сегодня разомнемся. Немножко пора поотработаем в парах. И немножечко побоксируем. Поработаем на дистанцию. И на ближнем, и на среднем. В клинче. И вирал. И вирал. Да. Какой же я лежит? Уберите оба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, в принципе, вот этот раунд, ну, как спарринг. Ну, только мы не вкладываем. Нормально, нормально. Нурлан, тоже разделся, что ли, братан? А сейчас бандит я же притал. Ты же бандит, тебе стрелять надо учиться. Браток, сегодня чего-нибудь отжали у кого-нибудь, не? Нет, еще нет, пока только гриф. Только гриф. У нас все время работа вот такая вот такая вот работа, все время в клинче. А я не знаю, а мы сейчас же не спать. А, нет, нет, у нас нет спарринга, мы отработки у нас тут, клинче. Мы вообще не рассмотрим. А, вообще, просто уперлись и работаем. Да, да, вы будете пока работать? На лидер, все время. Ну, давай. Смотрите, ребят, кто здесь возле праздничного трется. А ты покажи, что там у тебя сзади-то. А тут, вон, патрон уже, патрон. Смотри, патроны у него, у бойца. Я бывать не пью, а так для дела есть, то надо. Посмотрите канал Мозгового, и вы поймете, как он не пьет. Никто не знает, куда мы едем, а едем мы в очень крутое место. Сейчас, подождите, скажу пацанам, чтобы вам интереснее было смотреть, чтобы вы не слышали. Ладно. Короче, в Армурсе купил мотоцикл почти за 2 ляма. Лям мотоцикл и где-то лям запчасти. Ну, взял, естественно, дешевле, где-то за лям все это вместе. Игрочек любит мотоциклы, вообще, тащится по ним, сам гоняет у него в инстаграме, посмотрите. Ну, а жебет так, чисто для прикола, я его встретил. И тоже, в общем, реакцию сейчас посмотрим. Вару, что приедет, и сейчас уедет, это бэтмобиль. Коньяк армянский, матюшный вариант. Коньяк армянский бьет, братан. Ну, надо, надо. Хотя, Мозговый говорит, что не пить. А где они сейчас, родители-то? Родители на даче. А, Ольги нету. Ну, вот, поэтому, да. Ольга ушла от него. Паскопечай. Да, интересно, просто пытаюсь, пытаюсь найти что-то, что варлуш может привезти. Интересно. Знаешь, что он привезет? Степу. С тобой поговорить по поводу твоего пьянства. Не, не, только не Степа. Ну, а что поделать? Выходи на ходу, блядь, машина. Мы приехали. Здесь просто место нормальное, остать можно. Братан, ну все, мы здесь. Сколько тебе по времени? А, 2 минуты? Давай. 2-4 минуты, значит, на мотике. Подожди, хотя, хотя нет. Судя по тому, что он говорил, что его должны собрать быстро. Но я не думаю, что его так быстро собрать успели. Ты, понятное дело, догадался. Мотик за 2 миллиона она. За 2? Ее охраневаю, откуда такие вообще дорогие мотоциклы? Ну, все. Непонятно, непонятно. Армянский коньяк тоже прекрасен, но... Сейчас заценим мотоцикл. Уж Харли Дэвидсон? У него же был Харли Дэвидсон, он же гонял на нем. Не, а такие, знаешь, большие ложатся. Нет, это скорее всего не Блимаха. Я хотел, ну, подобный. Но если он в тюнинге, как он показывал, то будет бомба. А как тюнинг, я не понимаю. Как тюнинг? Навороты, там, переделки всякие. Да, тюнинг. Как наш? Ты знаешь, как тюнинг? Чики с нами. Ну, это вот ты, например, как выглядишь, а потом от пива тюнинг у тебя, епта, Сержа. Слышите звук? А что это за звук? Слышишь звук? Что это за звук, смотри. Епта. Ни хера. Я-то, брат, того отоптал. Вот это аппарат. А кто тут у нас сидит-то? А кто тут? А? А? Синтересный аппарат. Бьет, отдает аж в тряпку. Вам, наверное, так не слышно. Блин, стреляет. Прокачешься, грач? Если честно, говно. Грач сказал, говно приличное. Прокачешься, грач? Я на таком не катался ни разу. Сколько весит, братан? 350. Ну, чуть больше. Ни хера себе, тут тебе кто? В твой задний двор их дышит. Вот это отшительное. А он будет этот, как в обклейке какого-то? Или просто прям, а? Это уже тюнинг, да? Да, уже сделано. Мы все готовы. Серега, ну как тебе, а? Блин, зад хороший, зад. Зад хороший? Слышь, мужик заду пристраивается, смотри. Это вещь. Да. Широкое колесо. А я хочу то, что надо. Показывай. Похоже. Булевар, да. Булевар, да. Ну, они почти не наши. Это номер. Сереж, давай, обзор. Слушай, ну, удобно сидеть. Хорош, да? Да. Не, ну, это вообще пушка, конечно, пиздец. Ты глянь, что-то перед какой, а? Ну, тут все, и перед, а забыли. Единственное, что вот это, конечно, непонятно. Братан, это красота вообще, бля. Подарок для рождения себе сделал. Да. Варлус день рождения, 28-го числа. А пока вы смотрели мотоцикл Дона Варлеона, мы сделаем поверхностный обзор автомобиля. Что изменилось с прошлого раза? Ни хера не изменилось. Вот. Нет, ну, появились какие-то новые тюнингованные движения. Мне сказали ребята, что где-то у него тут скотч. Дверь на скотче держится. Сейчас посмотрим. А вот, 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 не дверь, а стекло. Ничего. На самом деле он себе ничего не покупает, потому что собирается куда-то ехать отдыхать. Смотрите, вот видите. Вот такие московские дворы. Вот дом наш, где мы живем. Вот там и ласточкины гнезда. Это именинник. Пойдемте спросим, почему у нас будет битковин. Да, дай мне проснуться, а, со своими биткоинами. Ну, расскажи, какой ты с ним приснился сон? Мне, что биткоин упал. А что ты закрываешься? Как грязная джинсовка. Ты что? Братан, смотри, минно-протокол появляется 31-го числа. Можешь вот так вот камеру не помнить? Это когда? 31-го числа это 31-го числа. Да, это завтра? Да, но в США завтра наступает, когда у нас почти послезавтра. А-а, вот так. Они же западные находятся. Ну, и что ты думаешь, по 3 доллара будет стоить? Ну, я думаю, да. Ну, знаешь, как типа, если он будет стоить по доллару, то уже хорошо 4 икса, но я думаю, что будет больше. 10-15 иксов. И это достаточно. Даже несмотря на то, что биткоин падает? Даже несмотря на это. Если биткоин только рос, я думаю, эйфория была у людей. Тогда, может быть, было еще больше иксов. Ну, давай дождемся. Все будет хорошо. Ребята сейчас посмотрели на твою машину и спрашивай, когда будешь покупать новую? Ты это не будешь? Да, нет, братишка, буду. Ты вчера меня выложил. Я тебе вот дала. Не, серьезно, я сказал, что буду брать Панамеру, потому что сейчас уезжаешь отдыхать, я не хочешь понастоял. Когда это будет? Я не планирую ничего брать. А, еще пацаны, напишите ему в инстаграм, он не хочет публиковать, он будет покупать Панамеру, он посчитает, что это поймут как запонт. Но на самом деле, вы все адекватные, но всем интересно посмотреть. Я не буду покупать, я на легенде буду ездить дальше. Вот на этой? Конечно. Все, ладно, хорошо. Это что? Утро на злой. Что-то тут интересно. Ну-ка. Боже, что это? А, это приправа, что ли? Да. Понятно, что срок получил ты. Это табак. Сука, сейчас. А, в натуре я штуклю. Паварош. Только что было доказано, что я не совершал преступление. Я в натуре подумал, что это приправы. Там клюква написана еще что-то. Блевать никто не блевать, Жберни пригласили. Что-то смотреть-то вообще. А почему Жберни пригласят? А зачем его пригласят? Это уровень, уровень. Смотрят, когда едут? Конечно. На скорости стоит. Отойди, Сережа, сейчас задавят. А он на первой. Наверное, ну прям посмотри. Да, на первой, да? Горочит, как хорошо, а? Сильно. Да, да, потерянно. Охеренно, я жопу, да. Как тебе колесо заднее, Серег? Мощное, мощное. Я вот такое и поставлял. Да, мой. Ну что? Мне неудобно немножко. Не привык. Я просто переобул, конечно. А вот, наверное, с тобой. Такая... На женщину похоже. Чем-то, да? Ну... Да? Да, это на перец, на груза, все почувствуем. Погоди, дай по тобой. Любой, любой. Смотри. Ну, это я понял. Снимай. Вот сейчас акцент поставь. Снимай. У тебя рука, у тебя рука длинная. Вы вообще, вы никто это не делаете. Никто. Ты меня с удовольствием. Во. Смотри. Сразу. Во, во. Вот эта тема. Вот эта работа тема. Таня супер-котов орехов. Ну, я понял. Раз, два. Да. Поехали. О, он весит, да? Да, да. Хороший. Хороший. Поехали, поехали. Да, да. Да, да. Да, да. Пусти, да, да. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Все рука пухает, это понятно. Да я чувствую. Не, ну какую ножу обмыть? Распроводать очень удобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА